Ну а мы продолжаем и у нас в студии декан Краснодонского факультета инженерии и менеджмента Луганского государственного университета имени Владимира Даля, кандидат технических наук, доцент Константин Панайотов. Константин Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Константин Константинович, ну давайте начнем знакомство с какой-то общей информацией о Краснодонском факультете инженерии и менеджмента, может быть история создания, структура, преподавателей. Самое главное, с чего хочу начать, что следующий год, 23-й, будет для нас юбилейным. Краснодонский факультет инженерии и менеджмента будет отмечать свое 30-летие. То есть в 93-м году он был создан как структурное подразделение Луганского государственного университета и спустя это время он также является структурным подразделением Луганского государственного университета имени Владимира Даля, Далевского университета. Это полнокровный факультет, который осуществляет подготовку специалистов как технического профиля, так и экономического. Включает в себя основные подразделения, это кафедры, библиотеку, спортивные залы, лаборатории, ну и другие вспомогательные подразделения, которые помогают нам осуществлять нашу деятельность в городе Краснодоне и Краснодонском районе. Коллектив наш, несмотря на, так сказать, удаленность, некую базового вуза и, так сказать, масштаб нашего города, он достаточно большой. Это около 60 человек, из них где-то 30 единиц. Это профессоро-преподавательский состав, причем, что характерной особенностью нашего факультета является то, что это как штатные преподаватели местного, местные, так сказать, люди, например, это я. И остальные преподаватели, это преподаватели ведущих кафедры нашего университета. То есть вот такой симбиоз, он был придуман, так сказать, если можно так сказать, придуман, предложен еще вот 30 лет назад, и мы сохранили эту концепцию. В принципе, это очень эффективный способ ведения учебной работы, образовательной деятельности в нашем регионе, потому что, собственно, преподаватели базового вуза, они принимают непосредственное участие в процессе этой преподаватели кафедры автомобильный и транспорт, и преподаватели кафедры государственного управления, преподаватели кафедры экономическая кибернетика. Ну, это вот основные вот такие моменты. На нашем факультете существует как дневная форма обучения, так и заоченная. То есть это полноценный факультет, просто он находится в городе Краснодоне. А, собственно, чему учат на факультете инженерии и менеджмента? Почему, вот вы говорите о 30-летии, ну, какие-то же исторические предпосылки были образовать его именно в Краснодоне? Не хочу обидеть Свердловск, ну, ни в Свердловске, например, ни в Антраците, ни в Первомайске. И я понял вопрос. Ну, если, так сказать, отойти еще дальше, то впервые общетехнический факультет на базе машиностроительного института, тогда еще Варшлавградского, был организован в городе Краснодоне еще в 1964 году. То есть это был такой вот факультет, который без отрыва от производства помогал готовить кадры для предприятий угольной промышленности. Но, собственно, эту концепцию мы сохранили. Вы спросили, чему, так сказать, учат. Вот как раз мы и охватываем некий спектр специальностей, потребность которых есть в горододобывающей отрасли. Ну, городообразующим предприятием города Краснодона является Востокуголь, как это сейчас новое название. Соответственно, он включает в себя очень большое количество подразделений, служб, отделов, учреждений. И, собственно, наши студенты, они изначально, исторически именно находили свои рабочие места именно в этой отрасли. Но необходимо сказать, что время, конечно, вносит свои коррективы. И в данный момент вот появляется потребность в специалистах в государственном секторе. Это администрации, учреждения государственные, это банковский сектор. И, собственно, мы способны на сегодняшний день обеспечивать некую потребность и в этих кадрах. Поэтому и инженерия, и, соответственно, менеджмент, ну, то есть управление. То есть фактически мы говорим так, что мы выпускаем управленцев, ну, если так сказать, обобщая, да, с неким техническим уклоном, ну, если можно так сказать. А насчет антрацита, я хочу унести ремарку, в антраците тоже существует такой же факультет, как в Краснодоне. Это тоже Далевский факультет. Мы братья, ну, или там, сказать, наши коллеги, то есть побратимы. Ну, еще и соперники в некотором. Ну, может быть, просто некая территориальная удаленность в антраците свое, свое градообразующее предприятие. Поэтому, как бы, вот так. Собственно, образование – это некий рынок, да, то есть и он все время меняется. И мы стараемся меняться вместе с ним. Поэтому происходит что-то новое, и что-то где-то, так сказать, потребность пропадает в специалистах данного уровня. Вот. Ну, как это не печально, но вот мы выпускали экологов долгое время. И практика показала, что спрос на экологов, ну, каким-то образом в Краснодонском районе, так сказать, мягко сказать, упал. Поэтому, ну, собственно, мы немного перепрофилировались. И вот, например, у нас есть специальность, которая называется «Техносферная безопасность, защита в всерзвычайных ситуациях». Вот это, так сказать, некая альтернатива тому. Ну, в общем-то, мы попали в десятку, и в нашем регионе это пользуется спросом, да. А при этом студенты, ну, если говорить, как вы сказали, ориентация была все-таки шахтная, то, наверное, только мальчики были. А как сейчас? Ну, надо признать, что пошел такой в процентном соотношении существенный перевес в сторону слабой половины, да. Пусть они не обижаются, что я так говорю. Ну, в общем, девушек больше, естественно. Это по факту. Ну, здесь множество причин для этого. Вот, но, в общем-то, я даже назову такую причину, что девушки, они как-то, по нашим, опять же, наблюдениям, они более стремятся, больше стремятся получить образование, ну, как-то пораньше. Ребята занимаются другими вопросами, пытаются работать там, а вот девушки, они сразу после школы, после техникума, ну, желают продолжать обучение. Ну, это мое личное наблюдение, это можно оспаривать там и, так сказать, приводить другие примеры. Поэтому, да, сейчас перекос в сторону девушек, студенток. И в связи, соответственно, этим и с тем, что вы сказали, приходится что-то менять, вопрос такой, а наука эта живая или нет? Ну, согласитесь, да, например, там, ну, если аналогии со спортом проводить, то технологии в лыжных гонках, там, всякие и древесины, и смазки, и облегченные материалы, и всякие против шахмат, которые остаются традиционными, да, ни в какое сравнение не идет. Ну, так и здесь, что меняется-то в науке? Ну, мы переживаем сейчас не самые, так сказать, благополучные времена для науки именно в нашей республике. Ну, все понимают, почему, потому что изначально это всегда была связь между наукой и производством. Связь была прямая, научно-исследовательские институты, научно-исследовательские лаборатории, которые создавались вузом, например, на базе предприятия. Да, мы всеми силами стараемся это продолжать, всеми силами стараемся и делаем, но с учетом специфики времени, да, назовем это так, не всегда это получается так эффективно, как, например, какие-то благословенные для науки советские времена. Я хочу сказать, что на нашем факультете, например, одно из таких развитых, развитого научного направления, это, ну, чтобы всем было понятно, это методы совершенствования, там, автомобильной диагностики. Ну, это связано с тем, что современный автомобиль это очень сложная система, обладающая большим количеством контуров, там, электронного оборудования, его нужно вовремя диагностировать и вносить коррективы, там, в методику его обслуживания. Вот, как бы, на базе нашего факультета существует диагностическая лаборатория, мы ее развиваем, у нас, слава богу, появилась связь с настоящим пассажирским АТП, вот, который находится на нашей территории. И это, собственно, вот, ну, так сказать, вот те самые вехи, от которых мы не отходим, то есть даже те же студенты, которые на практику приходят, вот, они попадают сейчас вот у нас туда, куда нужно. И, соответственно, вот, буквально сейчас, пока мы с вами разговариваем, готовятся там две работы научных, это научная диссертация кандидата технических наук и докторская диссертация. Вот как раз и все, так сказать, эксперименты, все, что необходимо, вот, как раз проводятся на базе вот этого предприятия. Ну, в общем, мы стараемся, я хочу похвалить своих коллег, которые в это время являются энтузиастами. И да, небольшая ремарка, наш факультет – это семья, у нас так, ну, получилось так давно, что, ну, коллектив достаточно сплоченный, и мы работаем очень давно друг с другом, это семья. И это дает нам возможность, так сказать, проявлять разумный энтузиазм какой-то. Ну, вот, например, у нас преподаватель кафедры информационной технологии и транспорта – это настоящий энтузиаст. Вот он по-прежнему там сам за свои деньги что-то там приобретает, строит стенды, там, настраивает оборудование, там, ну, что-то ищет, какие-то новые методы, ну, и так далее. И там еще один есть человек, который очень неравнодушный. То есть я сам человек неравнодушный и считаю, что вот когда человек неравнодушный, все будет получаться, если его правильно направлять. Давайте поговорим о приемной кампании в 2022 году, в текущем. Перечень направлений подготовки какой? Ну, традиционно мы их разделяем на экономические направления. Это экономическая кибернетика, экономика предприятий, это государственное и муниципальное управление. Вот. Дальше. Это у нас есть специалитет, который относится к техническим направлениям. Это наземные транспортные технические системы и средства. Это пять лет. Человек выходит инженером, ну, специалист автомобильного транспорта. Вот. Собственно, наше детище. Вот. И отдельным направлением, которое не относится четко к экономике или к техническим наукам, это техносферная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях. Вот. В общем, и, да, и забыл сказать тоже о таком важном направлении. Странно, что я забыл о нем вначале. Это компьютерные системы, точнее, информатика, вычислительная техника. То есть это специалисты по компьютерным сетям. Ну, тут объяснять ничего не надо. По-моему, всем все понятно. Молодые люди с удовольствием идут и учатся по этому направлению, потому что понимают, что в дальнейшем это может являться хорошей основой для того же какого-нибудь там фрилансерства или что-нибудь такое. Ну, для зарабатывания денег в интернете. Мы назовем это так. Ну, а есть ли какие-то региональные особенности приема абитуриента? Да, региональные особенности есть. Ну, так как мы охватываем еще и Краснодонский район, то это дети, выпускники школ наших сел и поселков. Вот. Они, так сказать, имеют определенные там, как бы не то что требования, но к ним нужен определенный подход. Все-таки есть какие-то моменты. Но этот подход связан больше с такими общечеловеческими нормами. Ну, как всегда, я как всегда говорил, что мы стараемся видеть в каждом из них взрослого человека, который принимает сам решение. Они ждут, когда папа или мама там похлопает по плечу или по другому месту. Вот. В соответствии, вот эти дети, они требуют большего внимания. Вот. И несколько другого отношения. Ну, я считаю, это не потому, что они где-то там неправильные. Они, наоборот, даже, может быть, чем-то более правильные, чем жители больших городов. Вот. Ну, и характерным вот таким моментом этой приемной кампании 22-го года является то, что мы сейчас оказываем всяческие, так сказать, ну, идем на уступки вот нашим ребятам, которые защищают нашу родину. Вот. Мы ценим их труд. Это тяжелый и опасный труд, смертельный. И поэтому их желание учиться даже в это время, оно меня лично просто всегда прям трогает до глубины души. Поэтому мы изо всех сил стараемся им помогать, как можем. Поэтому он приехал в увольнение, пришел, сдал документы, например. Ну, все. Мы идем навстречу, там, у них всяких графиков, выходных дней, там, что-нибудь такое. Все. Мы с ним работаем. Ну, вот, пожалуй, так. Каковы приоритетные направления подготовки? Ну, специфика, точнее, статистика показывает, что в последнее время популярность набирает направление техносферной безопасности, защита в чрезвычайных ситуациях. Это прям пользуется большим спросом у молодых людей. Причем поступают как после школы, так и идут с производства. То есть, их интересует именно это направление. Ну, я понимаю, почему. Потому что они где-то уже в этой системе, уже так или иначе работали. Вот. Также большой достаточно спрос, интерес вот к информатике и усилительной технике. Ну, что тоже, собственно, неудивительно. Вот мир цифровизации, мир диджитализации и всех этих устройств. Поэтому даже интересный такой момент. Вот, провела себя, на третьем курсе провела себя девушка, студентка. Эта специальность. Она когда поступала, мы говорили, Карина, ну, ты точно хочешь, например, учиться здесь? Она говорит, ну, почему нет? Я хочу попробовать. Ну, в общем, она так попробовала, что теперь участвует в конкурсах, выставках и студенческих конференциях. То есть, вот такие моменты. Ну, экономическое направление у нас обычно это всегда некий стандарт такой. Идет ровненько, всегда по показателям из года в год. Ну, как-то так. Так, немаловажный вопрос. Вопрос трудоустройства выпускников. Вы их где реально встречаете, своих выпускников, где они работают? Ну, и вообще обычно, куда трудоустраиваются? На какие предприятия, учреждения города? Есть ли приоритетные профессии? Исходя из того, что вы рассказывали, мне так хочется задать вопрос о целевой набор. Исходя из того, как, извините, даже в Краснодоне и кандидатские, и докторские готовятся, то, я так понимаю, что недалеко и до целевого набора, если его еще нет. Ну, целевой набор – это мечта. Мечта – это очень выгодный договор между студентом и работодателем. Мы, конечно, ждем и мечтаем, когда некая стабильность наступит на предприятиях, чтобы они были способны те же самые четыре года человеку обеспечивать обучение, а потом автоматически брать его на работу. Ну, я лично оптимист и считаю, что это не за горами. Ну, достаточно просто, ну, это я понимаю, что слова – это просто. Достаточно, чтобы предприятие почувствовало хоть некоторую стабильность, и сразу все эти процессы запускаются и очень эффективно работают. По поводу трудоустройства, как я уже говорил, ранее, конечно, основной упор делался на угольное объединение, потому что туда шли работать и экономисты, и менеджеры, и экологи, и компьютерщики, и автомобилисты. Все находили там свое рабочее место. Ну, на данном этапе там есть определенные проблемы, поэтому здесь на помощь приходит нам государственный сектор, где требуются новые специалисты, молодые, что вот отрадно. Мы очень плотно общаемся с нашим центром занятости Краснодонским, имеем четкое представление о том, что же хочет работодатель. Вот что поменялось, так это отношение работодателя к молодым специалистам. Они говорят, мы согласны брать без опыта. То есть такого раньше не говорили. То есть опыт был важен. Была большая проблема, да, всем нужны с опытом, а где же его взять? Соответственно, сейчас они поменяли свою риторику и говорят, мы готовы обучать. Это здорово, поэтому вот государственный сектор, это предприятие социальной сферы, администрации города-района, это пенсионные фонды, это соцстрах, это банковский сектор, если так можно назвать его, наш банк ЛНР. Поэтому, соответственно, там они находят свои места рабочие. Ну, вот, например, МВД, вот, обращаются сотрудники, офицеры МВД с просьбой порекомендовать молодых, активных, неравнодушных парней для работы в этой системе. Ну, мы рекомендуем, там, собеседования проходят, и, соответственно, можно сказать, что, ну, процент я, конечно, не назову, но по факту, по факту каждый выпуск кто-то идет работать в системе МВД. Причем у нас совершенно разные, там, кто-то в информационный центр попадает, кто-то идет на оперативную работу, ну, все по-разному, все же от человека зависит. Вот, поэтому в данном случае, что является сейчас еще интересным, то, что вот государственный сектор, он еще больше начинает развиваться, вот, появляются новые какие-то направления там внутри. Мы даже о них еще не знаем, там, специальные отделы, там, создаются, ну, идет переформат, понятно, под некие стандарты, там, в Российской Федерации. Соответственно, возникает необходимость вот в специалистах, которых вообще никогда не было еще до этого, они работали. Соответственно, они готовы брать и учить молодых людей. Это очень здорово, я считаю. Это прям, ну, вот, мне, например, радостно, потому что я в свое время заканчивал, в далеком 96-м я все это видел собственными глазами, как было, какие этапы. Ну, я не буду сейчас об этом, но вы понимаете. Я вижу, что происходит сейчас, и это маленькие росточки, они там такие совсем чуть-чуть, но они есть. Вот, их надо не загубить, их надо развивать, пусть вырастают. Вы задали вопрос, встречаем ли вы выпускников, но город маленький, они везде. Это приятно. Заходишь в любое учреждение, это твои выпускники. Заходишь там в любую контору, здравствуйте, там на транспорте. Место уступают, в очередь пропускают. Ну, да, 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 это так. Так что это есть наша специфика нашего города. Ну, понимаете, это дает некий эффект в любом случае. Вопросы рабочие, вопросы официальные, они решаются, потому что это наш выпускник. У нас факультет отдельный, у нас есть службы и бухгалтерия, и там хозяйственный отдел, много чего происходит, поэтому это здорово, когда ты набираешь, и здравствуйте, Иван Сергеевич. Вот, вот, если есть такой вопрос, он говорит, конечно, конечно, я же, ну, не говорит там, я ваш выпускник, но подразумевается. По школам ходите, профессионально ориентируете еще далеко до выпуска из 11 класса идти к вам? Ну, собственно, обычно мы проводим там два этапа этой агитационной работы. Одна осенью, один этап идет осенью, другой уже непосредственно, ну, будем говорить так, ранее-ранее весной. Естественно, мы агитируем, рассказываем. Ну, я, когда обращаюсь лично, я тоже участвую в этом, мне доставляет определенное удовольствие общение с выпускниками. Например, там школа номер один имени Алексея Максимовича Горикова, я ее выпускник, вот, я периодически там появляюсь тоже и общаюсь с выпускниками, и рассказываю им, какие сейчас периодеты, какие тренды, и вообще, что происходит в мире, что не надо бояться идти учиться, там, не надо там ожидать какого-то снисхождения, там, звезды, или там, явления, которое четко тебе скажет, что ты должен быть, там, вот, например, там, компьютерщиком, там, или экономистом, или, там, юристом. Надо начинать обучение, а дальше, там, время, сейчас время, согласитесь, несколько другое. Раньше четко как бы решали, поступали, получали диплом, шли по профилю и работали всю жизнь, так сказать, ну, так сказать, пока не доходили до пенсионного возраста. Сейчас все по-другому, все меняется. Можно два года отучиться на одной специальности, потом перейти на вторую. Это здорово, на то современная система образования и создана, чтобы человек имел возможность менять свои, ну, свое направление подготовки. Вот, поэтому, конечно, со школьниками мы работаем. Но у них очень высокие требования сейчас у молодежи, вот, они хотят куда-то очень далеко, очень высоко, и, так сказать, в какие-то большие-большие там вузы. Нет, это хорошо, это хорошо. Надо ехать, надо пробовать, надо заниматься. Но мы говорим так, все разные, у всех разные способности, у всех разный уровень и разные возможности. Поэтому мы вам предлагаем, вот, Краснодонский факультет как место своего постоянного проживания, работы и, так сказать, и образования. Ну, это имеет свой результат. Последний вопрос. Куда и когда обращаться для того, чтобы поступить на обучение в Краснодонский факультет инженерии и менеджмента Далевского университета? Официальная информация. Это город Краснодон, улица Первоконная, 42, с 9 до 16.00. Каждый день работает приемная комиссия. Пожалуйста, обращайтесь, приходите. И я хочу сказать так, если вам что-то необходимо в плане консультации, нужно идти консультироваться в университет или на наш факультет. Не надо спрашивать у знакомых, бабушек, там, на рынке. Надо идти туда, где тебе окажут профессиональную консультацию. К чему вас всех и призываю, уважаемые абитуриенты и их родители. Спасибо за эту информацию, за то, что пришли к нам в эфир. Напомню, беседовали мы с деканом Краснодонского факультета инженерии и менеджмента Луганского государственного университета имени Владимира Адаля, кандидатом технических наук, доцентом Константином Панайотовым. Ну, а мы прервемся на небольшой информационный блок и программу «Вести» на телеканале «Луганск-24». Не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!